Дорогие мои, Бареф Дзес, говорю я вам и несравненной Анжеле. Что означает здравствуйте. Мы с Сергеем Адлером продолжаем вкусно жить. Сегодня в кулинарной студии МИКС у нас горячий армянский мужчина с русским менталитетом и золотыми руками. Пластический хирург Геворг Хачатурян. Здравствуйте. Вах. Ну и что, судя по тому, что у нас находится на столе, что-то готовим сегодня национальная кавказская. Геворг, раскрой секрет. Да, мы сегодня будем готовить национальное блюдо долма из виноградных листьев. Приступаем. Ну и Анжела у нас сегодня не только для красоты, конечно же, но и для дела. Скажи, пожалуйста, если у меня тут лук, значит, соответственно, я занимаюсь луком. Да, естественно, потому что плакать вам придется долго. Соответственно, режем очень мелко для жарки. Две луковицы. А может я все-таки для красоты? Нет? Нет, вам, дорогая моя, предлагается... Нашинковать? Нашинковать мелко тоже зелень. У нас зачем-то закипела вода. Для чего? Закипела вода. Странно. Странно? Сама по себе. Да. Чего ты здесь? Чудеса. Значит, мы сейчас 2-3 минуты вскипятим рис. Это что за рис? Самый обычный? Это обычный краснодарский рис. Не надо брать длиннозернистый для плова и так далее. Нет, потому что мы это будем смешивать с фаршем. И рис должен быть мягкий, чтобы спокойно есть и не думать об этом. И здесь сколько было воды, мы хотим спросить наших дорогих зрителей. Да, и сколько риса, соответственно? Ложки 3-4, наверное. Ну, здесь нет, около 6 ложек, столовой ложки риса. Вода просто, чтобы сантиметра 2 прикрыла рис. Вот и все. Но самое главное, о чем мы сегодня хотим поговорить, это вот пластическая хирургия. Это человек, который делает нас, вас, нас еще не делал, вас делает красивыми. Может сделать красивыми во всех местах, если честно, да? Как ты пришел в пластическую хирургию? В пластическую хирургию пришел, работая в трамп-пункте, я долго очень думал, что так... Так жить нельзя? Да, так жить нельзя. Тогда получил квиточку. Потому что поменялось сейчас? 6 тысяч рублей, которые я оплатил за то, что снимаю квартиру. Это примерно какой бы был? Ну, это было лет 20 назад. Да, это естественно. Лет 20 назад это было, конечно. Вот, и естественно сидел и думал, потом я всегда любил хирургию и всегда стремился, чтобы любой ценой попасть в хирургию. Для этого пришлось до трамп-пункта работать гинекологом. Это я тоже помню. Нет, я у него не была. Я просто помню, что он там работал. Вот, работал еще судебным экспертом, а еще работал хирургом в Медгаре. Вот, и соответственно, потом уже только пришел в трамп-пункт, и после трамп-пункта уже... А все руки от скуки-то. Ой, товарищи, рис надо это снять, и его надо туда выметь. Сейчас мы все сделаем, рекламная пауза. Рекламная пауза. Процесс продолжается. Две-три минуты мы кипятили рис. Геворг такой рассказчик, что мы почти что забыли про рис. Да. Вот, я, конечно, не так филигранно работаю с ножом, как Геворг, со скальпелем, но я старался резать лук. Да, замечательно, нормально. Может быть, не так мелко. Он жил, зелень готова. Ну, это супер. Вот, и сейчас здесь у нас находится масло в сковородке сливочное. Да? В каком количестве? Ну, здесь полпачки масла сливочного, и, соответственно, сейчас мы будем жарить лук, довести до золотистого цвета. А потом добавить это все в фарш. И точно так же добавить еще рис в фарш. И точно так же добавить зелень. В фарш свой, извините. А зелень можно уже туда? А вообще фарш нужно перемешать сначала? У нас тут два вида фарша. Это свиной? Это говядина и свинина. Анжела, ну, как ты думаешь, сколько там грамм того и другого? Грамм 800. Ну, у нас было две пачки. Нет, то есть 400 говяжьего и 400 свиного. Вот так вот. 800 грамм и то гол. Лук-то закидывай. Ты как думаешь, ты уже остановился, все перепробовал? Или, может, еще какую-то специальность или направление возьмешь? Нет. Как говорят, с меня достаточно. Я очень люблю с детства рисовать, лепить. Я вообще гуманитарий, но в детстве хотел стать летчиком. Но, к сожалению, высшая математика, которая требуется при поступлении... Не твою. Да. Это совершенно другое. И поэтому сделать красиво, это мне очень приятно. И, соответственно... Ножом, скальпелем. Да без разницы, честно говоря. Главное, чтобы красиво было. То есть ножом на кухне, скальпелем в операционной. И когда в втором пункте и сидел, и работал, я в один прекрасный день зашел в книжный магазин. Ну, в литературу все равно. Тогда интернет не особо-то и развито был. Вот. И увидел большую книгу по пластической хирургии. Вторую. Вот. И купил. И влюбился. И в пластическую хирургию. Георг, я правильно понимаю, чтобы стать крутым хирургом пластическим, достаточно вот эту книгу прочитать. Нет, конечно. Я бы тоже захотел. Дайте мне эту книгу. Нет, конечно. Опа. А Анжела начала задавать разные вопросы. И стоит нифига не делает. И ты скажи, что ты уже успела сделать, кроме этих вопросов? Я перемешала два вида фарша и добавила туда нарубленную зелью. Напомню, была петрушка и укроп. А что дальше? Вот дальнейшее. Да. Ждем, пока золотистого цвета будет у нас. Заодно вот вы спрашиваете. Лук тоже добавим. А, кстати, рис можно добавить еще. А он, который у нас уже сварен. У нас уже сварен 2-3 минуты. Напоминает. Всего. Не надо варить полностью. Я пошла за рисом. С Богом. Ну что, уважаемые зрители, мы добавили в наш фарш с зеленью отварной рис. Лучок с золотистой корочкой у нас практически готов. Сейчас мы его добавим сюда. Я буду тщательно перемешивать. А Сереге достанется честь сделать классный соус, да, к нашим делам? Да, обязательно. Георг, что это за соус? Да, соус приготовляем из, ну, здесь в наших условиях это сметаны, соответственно, чеснок, соль. Некоторые иногда добавляют зелень туда, но я не сторонник этого, поэтому зелени у нас здесь достаточно, плюс еще виноград, поэтому этого достаточно. Поможешь мне со сковородкой? Да, конечно, я сейчас поможу. А здесь у нас произвольное количество сметаны, как мне кажется, да, или там грамм 200-300, не знаю. Бандачика сметаны. Бандачика сметаны и 4 зубчика чеснока. Я начинаю давить. Мы сейчас кипятим воду для того, чтобы виноградные листья пропустить минутки-две, и дальше уже будем крутить, готовить. Мы забыли, соль. Мы солим? Обязательно солим. Говори, сколько вот у нас есть соль. И я все это снова перемешаю. Здесь, опять же, все по вкусу. Анджелата молодеется, да? Примерно, Анджелата за все последит. Это... Мне кажется, что это чайная ложка. Можно, опять же, все зависит от фашистов. Фашистов пришел. Чайная ложка здесь нам достаточно. Вот виноградные листья, я никогда с ними не работал, Георг. Это какие-то консервированные они или какие? Ну да, это консервированные виноградные листья. Они продаются в магазинах, спокойно можно купить. Они в вот таком скрученном состоянии в банках. Потом необходимо обязательно снять, немного пораскрывать, а потом бросить в кипяченую воду, чтобы немного смягчить их. Оттуда убрать все консервации, которые были. Минутки две. То есть они маринованные, да? Они должны покипеть или просто в горячей воде? Почти в воде, они уже готовы. Тут уж, как говорится, сочинять ничего не надо. А я справился, ну, практически справился с соусом. Здесь у меня тертый чеснок. Ну и сейчас я буду просто перемешивать ложкой со сметаной. Да, обязательно. И соль еще туда немножко добавить. А, и соль? Да. Ну, где-то одну треть чайной ложки. Вот они у нас полежали, да, в горяченькой воде? Да, а потом мы вытаскиваем, положили на тарелочку. Сейчас будем в них заворачивать наш пуш. Да, и пуш будем, ой, мать моя, заворачивать их. Ну, листья брать, естественно. Но не горячие. Листья брать, естественно, чтобы они были цельные. А здесь целая банка была листья? Да, целая банка была. Мы с вами находимся на верном пути. Идем уверенными шагами к красоте, к красоте кулинарной. Смотрите, для того, чтобы все было как необходимо, в начале дно кастрюли необходимо положить несколько листочков виноградных. Это раз. И по подушкам такая, да? Да. Потом берете виноградный лист. Давай с вами. Обязательно с глянцевой стороной, чтобы было внизу. Прожилки, чтобы мы смотрели, чтобы на вас. Ух ты, вот это наука. Я даже не знал, что... Обязательно. Так, подожди, глянец. Да, глянец. То есть лицевой стороной вниз? Да. Лицо вниз, короче говоря. А ножом поделитесь еще? Я возьму ножом. И что нужно делать? И вот эти вот корешки маленькие, вот, ножичком отрезаны. Обязательно, да? Это обязательно. Потому что они жесткие. Они твердые, жесткие и неприятные их есть. Дальше берем фарш. Заметьте, фарш мы берем руками. Да, потому что... Так делают все кавказцы, когда готовят до ума. Руки прежде мыть. А подожди, мы как раз на внутрь, вот на заднюю сторону. То есть мы не переворачиваем потом. Не, 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 вы положили фарш вот так. Дальше заворачиваем. Так, 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 я поздую. Я поздую. Давайте, ждем вас. Побольше не жадничайте, побольше мясо. Так, я думаю, это я для Анжелы делаю, поэтому... Не получишь дегустацию. Так, завернули вот так сперва. Столько хватит? Или чего? Заворачивай. Есть. Вот так. Так. Дальше. Краешки по бокам. Конвертики такие. Конвертики такие. Вам посылка. А дальше аккуратненько, спокойно заматывайте и получайте вот такую... Вот такой. Моя кажется, оно не хочет развернуться почему-то. Его не надо. И обязательно краешек, который вот у вас есть, он должен быть внизу. А, то есть мы вот так вот труда, чтобы как раз не развернулся. Да, чтобы не развернулся. А вот так... Аккуратный ряшка. Не надо примять. Не надо делать... Взывать все из моря. Круглые делайте. Круглые. Сойдет? Нет. Нет. Серега, нет. Уберите. Вы уволены. Ну вот так вот неожиданно закончилась моя карьера. Мне кажется, такой не подойдет. Ну, можешь мне отдать. Ничего. Нормально. О, ну, уже на три с минусом. Да, три с минусом. Итак, друзья, мы уже все вместе сделали, накрутили. Положили все в кастрюлю. Закрыли виноградными листьями просто. Дальше я добавляю немного оливкового масла. Это для вкуса. Здесь чисто на любителей. Кто хочет, добавляет. Кто не хочет, не добавляет. Немного соли добавляем, чтобы... Потому что мы разбавлять же будем воду наливать. Дальше обязательно закрываем тарелкой, чтобы когда воду будем наливать, голубцы начнут кипеть. Не развалились, чтобы. Не развалились, да. И заливаем кипятком. Сколько воды нужно? Чтобы тарелка скрылась? Чтобы тарелка скрылась. И все. И дальше сразу следите, чтобы как закипело, сразу поставить нам медленный огонь. Анжела, я так счастлив. Если бы я только знала. Потому что процесс закончился. Я больше не выгляжу дураком. Ну, скорее всего. И поставили на огонь. Сколько варить? Варить около часа. Ну что, друзья, наше великолепное блюдо готово. Теперь приступаем к дегустации. А давай еще отметим, что мы украсили его гранатой и добавили соус, который Серега замешивал. Это чеснок и сметану. Гранатом? Наверное, а не гранатой. Можно и гранатой украсить. Да, и все-таки Геворг очень добрый человек, как и Анжела. Потому что хоть у меня и не получалось ничего с заворачиванием долмым, но все равно вот у меня тоже есть порция. А у меня немножко разваливается. Серега, это то, что ты заворачивал. Я знаю, я знаю. Вкуснятина. Вах, я бы сказала. Обалденно. Это очень вкусно. И главное, я раньше ел долму, но без соуса. А вот с этим соусом, с чесночком, блаженство. Заиграла кавказская кухня, да, с соусом? Всего лишь сметана с чесноком. Ну, давай добавим последний аккорд. Кстати, у нас есть армянский лаваш. Друзья. Где ты его взял? В магазине. В следующий раз мы обязательно испечем, обещаешь? Да, когда тондер приготовите, обещаю. Я предлагаю доесть потом, чтобы у наших зрителей не сильно тикли слюни, глядя на нас, жующих. Спасибо за то, что мы сегодня окунулись в кавказскую кухню, в эти ароматы. И мне даже захотелось попробовать дома, но пока никому обещать не буду. Спасибо вам. Да, и, конечно же, это очень вкусно, но все, не переедайте, потому что, если вы будете переедать, есть шанс пойти... Попасть ко мне. Всем вкусно жить. Субтитры поставлены Алисой А. Продолжение следует...